Принимаем строевую стойку. Руки пошла, ноги вместе. Голова смотрит прямо. Инструктор запускает программу и у десантников начинается тренировка. В виртуальных очках картинка. Они внутри вертолета и готовятся к прыжку. Все на мониторе. Можно посмотреть, как действует команда и увидеть происходящее глазами каждого тренирующегося. Аппарат уникальная российская разработка. Есть он только в 309-м центре специальной парашютной подготовки. Для каждого полета можно задать параметры погоды, время суток, местность. Курсанты и военнослужащие учатся здесь, как действовать во время внештатных ситуаций. Ты справа от меня. Давай еще ближе. Тренироваться в Рязань приезжают военные из разных уголков страны. У заместителя командира взвода 14-й бригады специального назначения Андрея Шилова 100 прыжков. Новый тренажер помогает совершенствовать навыки. Очень хороший тренажер, реалистичный. Помогает хорошо подготовиться к прыжку. Очень хорошо видно поведение товарища. Сразу можно понять, что от него можно ожидать в реальных уже действиях. Реальный прыжок, конечно, не сравнить с тем, что сейчас на тренажере. Но какое-то представление уже имеется. По данным Минобороны, используя комплекс специальных тренажеров, инструкторы 309-го центра специальной парашютной подготовки добились сокращения количества совершенных прыжков каждым военнослужащим более чем в 4 раза. Тренажер существенно помогает улучшить процесс обучения, особенно начинающих парашютистов, которые до этого ни разу не прыгали с парашютной системой специального назначения, ну, типа крыло. Также помогает уменьшить срок обучения. Этот тренажер помог сократить время, необходимое для обучения. Ранее для достижения такого же результата десантнику-специалисту нужно было совершить более тысячи прыжков с парашютом, а проведение всего комплекса подготовки занимало более трех лет. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».